здравствуйте дорогие друзья наконец-то я до своего жакета добралась будем вязать его я его вязала года три назад и до сих пор нашу потому что он мне очень нравится очень нарядно смотрится хотя вяжется очень просто все узоры простые несложные здесь он собран из мотивов таких вот несложных мотивчиков но эффект дает потрясающе красивый в общем я хожу и дразню всех всем очень нравится этот жакет так вязала я его из кавказской троечки это у меня болотные вот этот болотный или цвет хаки вязала из двоечки кавказской и крючок у меня был номер три номер три или два с половиной можно использовать там 275 какие там номера есть от 2 до 3 там тоже надо смотреть каким вам удобно вязать жакетик у меня с рукавчиком в три четверти хотя его можно удлинить при желании это я вам все покажу и расскажу так как у меня уже болотный есть цвет буду вязать в этот раз вишневый вишневый и вот она мне эта ниточка я вязала на себя то я девочка большая у меня 58 размер 58 но вот этот жакет он мне чуть маловато но все равно и все равно ношу где-то на 52 размер 52 54 размер можно будет его одевать ничего страшного так более свободненько будет сидеть но я вам покажу как его уменьшить на более меньший размер это вот за вот это я вам тоже все покажу расскажу и будем вязать с вами и так начнем вязать с мотива можно набрать цепочку спирал из воздушных петель а потом вязать мотив но в этот раз давайте мы свяжем по другому немножко просто вот на на палец намотаем раза четыре можно намотать ниточку и сделать вот такое колечко теперь зажали их пальчиком и вытягиваем туда ниточку в кольцо и закрепляем ее такое вот колечко и вяжем теперь в кольцо столбики с накидом оставляем 1 воздушную петлю 1 воздушную петлю мы считаем значит 1 2 3 4 Land 1 2 2 3 ... 4 ... 5 6 ... 7 ... Восемь ... Devique ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 вяжем полустолбиками по кругу вяжем соединительную петлю протягиваем нитку через ту петлю и то что у нас на крючке теперь будем вязать лепестки поднимаемся на 3 воздушные петли делаем накид и вяжем в основание столбик с накидом 1, 2, 3 вместе с накидом не до конца вывязываем 2 петли на крючке сделаем накид вытягиваем нитку из основания в ту же дырочку вяжем вяжем 1, 2 вместе с накидом а вот теперь все 3 вместе можно будет связать одной петлей это у нас первый лепесток дальше 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель вяжем следующий лепесток делаем 2 накида пропускаем петлю основания здесь мы вязали 1 петлю пропускаем в третью вяжем таким образом вытягиваем нитку вяжем 1 без накида 2 уже вместе с накидом дальше не вяжем следующий столбик вяжем накид опять в основание вяжем вытягиваем нитку вяжем 1 2 делаем опять накид и вяжем следующий столбик вытягиваем ниточку 1 2 провязываем вместе с накидом и теперь все провязываем вместе 1 петлей ну что то у меня сегодня падает все провязали и 5 столбиков 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 опять 2 накида пропускаем петлю основания здесь мы вязали вторую пропускаем в третью вяжем опять лепесток так как я вам показывала 1 2 вяжем не до конца второй столбик 1 2 3 1 2 и все вместе таким вот образом мы вяжем 5 воздушных петель опять и вяжем так 8 лепестков у нас должно получиться по кругу и так вот получилось у нас 8 таких лепестков по кругу 1 2 3 4 5 6 7 8 лепестков и заканчиваем круг 5 воздушными петлями и закрепляем его в вершину первого нашего лепестка вяжем вяжем соединительную петлю в самую вершину вытягиваем через вершину и в саму петельку сразу же это у нас соединительная петля теперь будем вязать только арки по кругу как мы это будем делать сперва перейдем внутрь арки соединительной петлей и теперь будем вязать 1 2 3 3 воздушные петли и сюда в арку вяжем столбик без накида над каждой аркой у нас должно быть 2 арки по 3 воздушные петли 3 воздушные петли переходим в следующую арку столбик без накида 1 2 3 опять сюда же столбик без накида 1 2 3 и сюда же еще столбик без накида то есть у вас получается 3 воздушные петли и сейчас вам объясню чтобы было понятно вот смотрите над каждой вот этой аркой у нас по 2 арки по 3 воздушные петли а между арками еще одна так значит у нас выходит в каждую арку по 3 столбика без накида они нам дают вот такие вот арки так связала я 3 воздушные петли вяжем следующую 1 2 3 опять в арку столбик 1 2 3 так здесь мы две арки связали 1 2 3 и следующий так вот вяжем по кругу этот ряд так вот главное не потеряйте какую-то арочку потому что когда будем вязать уже квадратик вывязывать из этого круглого мотива нам все арочки не нужны будут и так закончила по кругу вязать наши арки вот последняя арка у меня как выглядит так мне может поближе сейчас сделаю чтобы было хорошо видно как видите в каждой арке у меня в каждой арке по две арки такие вот и между ними вот еще одна теперь как заканчиваем круг наш здесь у меня последний столбик я связала теперь одну воздушную петлю на поднимаемся на одну воздушную петлю и вот здесь вот у нас начало ряда вот здесь в петлю вяжем столбик с накидом в эту петлю в петлю где вот начинается у нас арочка вот эта вот чтобы не было видно где начинается вот эта вот арка в начальную петлю вяжем столбик с накидом в каждую арку вяжем по 4 воздушные петли вяжем по 4 воздушные петли и столбик без накида закончили ряд арок здесь начало следующего ряда теперь заканчиваем этот ряд как последний столбик я связала в арку и вот у меня начало ряда вот здесь мы вязали воздушную петлю и столбик с накидом вот эта часть теперь вяжем 2 воздушные петли и в тот столбик, который мы заканчивали предыдущий ряд прямо в вершину его вяжем столбик уже с накидом мы тут полустолбик вязали а в этот раз столбик с накидом потому что у нас здесь более высокие арки так вот мы переход сделали на второй на третий вернее и опять вяжем воздушные петли по кругу по 4 воздушных петли второй ряд провяжем и в третьем ряду мы уже будем вязать последний ряд вывязывая уголки квадрата по 4 воздушные петли вяжите этот круг так вот чтобы вы видели вот он у нас вот это у нас идет соединение здесь у нас полустолбик был здесь уже столбик с накидом он как бы завершает наши арки вот это вот главное что здесь не запутайтесь тоже и так заканчиваем круг у меня последняя арка 4 воздушные петли в последнюю арку вяжем столбик с накидом вернее без накида теперь нам нужно закончить этот ряд как видите вот у нас здесь начало следующего ряда вот там и арка идет и перед ней у нас столбик с накидом здесь нам нужно сделать арку как нам это сделать вяжем 2 воздушные петли и вяжем столбик с накидом в начальный ряд вот он у нас начинается вот в этот столбик который мы вязали в предыдущем ряду вяжем столбик с накидом мы закончили этот ряд и теперь будем делить полотно на уголки для квадрата как мы это будем делать каждый квадратик у нас будет находиться над лепестком через один лепесток в четырех лепестках у нас 8 делим пополам значит через один лепесток мы будем вязать уголочки надо будет смотреть чтобы эти уголочки были ровненько над лепестком вот смотрите вот у нас лепесток идет вот арка и вот этот вот будет над каждым лепестком в такой вот арочке но здесь я буду начинать вязать вот над этой вот над этим лепестком вот здесь у нас будет уголок прямо над лепестком как мы это будем делать я соединила закончила ряд и вяжем 1 2 3 3 4 5 воздушных петель и в арку вяжем лепесток как мы вязали вот в этом ряду точно так же 2 воздушные 2 накида вернее на крючок и вяжем сам лепесток как я вам показывала первый столбик не до конца второй и третий и вяжем все вместе и вяжем все вместе теперь нам нужно сделать петельку для соединения мотивов вяжем 1 2 3 4 5 6 7 8 воздушных петель и соединяем с вершиной нашего лепестка я подхватываю 2 петельки и чтобы у меня не было дырочки 2 петельки начало вот в 2 петельки я протаскиваю ниточку и делаю соединительную петлю вот такая вот у нас петля должна быть вот сюда мы будем соединять мотивы опять вяжем 1 2 3 4 5 воздушных петель и соединяем следующую арочку столбиком без накида вот такой вот у нас уголочек должен получиться уголок квадрата теперь вяжем арки по 4 воздушных петельки до следующего уголка мы делаем 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 и 1 2 3 4 так теперь вот мы пропустили один лепесток, он у нас выходит на боковую сторону квадрата вот над этим лепестком у нас будет следующий уголок вот он идет прямо над ним то есть между уголками у нас получается 4 раза 4 арки по 4 воздушные петли вот эти я не считаю только вот эти арки, 4 арки теперь вывязываем опять уголок 1 2 3 4 5 воздушных петель и опять лепесток в арку вот в эту арку я на нем подробно не останавливаюсь, потому что я его показывала точно так же вяжем этот лепесток и вяжем петлю 1 2 3 4 5 6 7 8 воздушных петель соединяем с вершиной лепестка соединительной петлей и 1 2 3 4 5 воздушных петель и соединяем в арку второй уголок у нас готов и опять арки вяжем до следующего уголочка как я сказала у нас по 4 арки получается между уголками по 4 арки из 4 воздушных петель опять мы подошли к вершине вот этого лепестка как видите над ней одна арка и вот следующая арка мы над ней вяжем следующий уголок 1 2 3 4 5 воздушных петель и вяжем лепесток дальше петелька 1 2 3 4 5 6 7 8 соединяем вершину лепестка 1 2 3 4 5 соединяем в арку так вот у нас следующий уголок и еще один уголочек остался опять арки по 4 воздушных петли вяжем так раз арка 1 2 3 4 5 и последний уголок осталось связать 1 2 3 4 5 лепесток 3 5 5 6 7 7 7 7 7 7 Ohh петлю и последняя сторона у нас осталась арки по 4 воздушных петли на каждой стороне квадрата последняя арка я не буду вязать как здесь я просто 4 воздушные петли и заканчиваем над столбиком предыдущего ряда над ним я просто соединительную петлю и закончу закрепляем и на этом наш мотив связан нитку прячем прямо в саму арку из воздушных петель просто протягивайте и прячьте нитку чтобы она у нас не вылезла туда дальше по длине просто в каждую петлю протягивая нитку если сильная длинная нитка можно будет потом ее подрезать ножницами так я ее на изнаночную сторону уберу и здесь опять же спрячу так она у нас будет надежнее держаться и не распориться и не вытянется вот такой вот мотив у нас получился для нашей кофточки так теперь вот это на мой размер размер вот этого квадрата если вы хотите меньше сделать размер значит вам нужно будет убрать один ряд обвязки арками и сразу же потом уголочки вязать так давайте мы на листочке почитаем и посмотрим как мы будем вязать и как нам определиться с нашим размером так у нас будет вязаться спинка сейчас вам нарисую все это спинка это будет квадрат из мотивов так размер этого квадрата какой здесь значит у вас ширина ширина квадрата равна мерке от плеча до плеча то есть вот это вот ширина спины называется мерка ширина спины вы должны ее измерить для себя и высота вот эта вот высота перед этой талии называется высота перед этой Талии называется высота май это буква Т здесь высота переда талии то есть плеча здесь линия плеча до талии буква Т у нас так у меня вот таких квадратиков меня здесь Здесь 4 по ширине и 4 по высоте. У меня ровный почти квадрат получился. Когда вы свяжете квадратик, нужно будет его измерить и посмотреть, сколько квадратов у вас помещается в этой части. По ширине спины и сколько до талии. Если вы хотите короче, то там может быть чуть выше талии, если будете вязать, то там принцип почти один и тот же будет. Это у нас спинку мы будем собирать по такой схеме. Перед у нас будет собираться, сейчас я вам покажу, даже по этой спинке. Ну, давайте я отдельно. Это у нас спина. Спина перед у нас будет собираться по вот такой схеме. Сейчас я вам расчерчу. Так, 4 блин. У меня неровно получается. Ну ладно, вы меня понимаете, главное, да? Так, вот квадратики. Это я так прикинула по спине. Впереди у нас, значит, будет идти по половинке узора здесь и по половинке узора здесь. Какая у меня кривая схема получилась. Вот таким я вот сейчас крупно обведу, что у нас должно получиться. Эта часть у нас уберется. И вот так вот мы будем вывязывать переднюю полочку. Здесь вот тоже по квадратикам можно определить свой размер. Главное вам связать вот этот один мотивчик. Теперь, как уменьшить? Как уменьшить его по размеру? Вы можете вот этот третий, вернее, какой у нас получается после цветка. Раз, два, три, четвертый ряд, да? Вы можете третий не... вот этот четвертый ряд вязать на третьем. Принцип не изменится. У вас также между узорами должно оставаться четыре вот таких арки. Просто на один ряд спуститесь вниз. У вас тогда квадратик уменьшится. Потом, за счет чего можно уменьшить? Если у вас уже... Это если где-то на размер... Если у вас такая же толщина нитки, будем считать, да? Потом, если уж совсем маленький размер, там сорок второй, сорок четвертый, то можно обойтись, вязать такой же размер квадрата, но поместить по ширине спины три квадрата. Но тогда здесь мы немножко... Тогда у нас будет по-другому. Получится, если на три квадрата. Давайте посмотрим, как можно будет определиться здесь, если у нас три квадрата. Так, что же у нас получится тогда здесь? Ну, если вы будете три квадрата вязать, то вполне вероятно, что у вас и высота будет три квадрата. Тогда у вас здесь... Тогда у вас вот этих скосов уже не получится. Хотя нет. Вот здесь вот можно будет сделать по половинке узора. Только здесь. А здесь мы заполним за счет обвязки. Вот здесь вот у нас будет обвязочка. Можно за счет вот этого. Вообще-то на маленький размер это будет вполне нормально. Нам не обязательно будет вот этот скос. Потому что на большом размере почему он вот это должно быть? Потому что грудь большая, правильно? Ее надо прикрыть немножко. А на маленьком размере вполне подойдет такая схемка. Так что самое главное, вы разберитесь с узором, с мотивом. И вот это вот посчитайте для себя, сколько из кольки мотивов у вас будет ваш жакет. Ну, тем, конечно, кто будет со мной вязать, по-моему, размером будет намного легче. Конечно. Так, еще. Если вы все-таки хотите, если маленький, вот размер 42-44, тогда спуститесь еще на один. То есть не на третьем, а на втором ряду обвязки свяжите вот эти лепесточки. Тогда уже без проблем вы сможете вязать точно так же, как я буду показывать. Единственное, просто на два ряда меньше. Так, я пока первую часть выложу и буду потихоньку добавлять продолжение. Я его еще не связала, поэтому буду частями выкладывать видео. Пока, думаю, вы должны будете разобраться вот с этим. И если будут вопросы, какие-то, мы будем корректировать по мере записи видео. Так, и еще одну вещь я забыла вам сказать. У меня вот эту мерочку я дам вам, чтобы было уже точно понятно, сколько у меня здесь ширина этого квадрата. У меня, так, если его расправить хорошо, где-то 13,5 сантиметров. 13,5 сантиметров. Получается квадратик. И давайте я вам на самом жакете покажу. На спинке. На спинке оно вполне возможно, что будет чуть шире, чем спина. Почему? Потому что получается чуть-чуть спущенная линия плеча. То, что я ношу, сейчас я дам вам с этого мерку 50. Погодите, так, сейчас посмотрю. Но оно мне уже немножко растянулось, 50 сантиметров получилось. Да, чуть-чуть спущена. Вот эта вот ширина спины у меня 50 сантиметров. По этим меркам ориентируйтесь. Спасибо.